Всем привет! Сегодня мы обсудим пиздец, который проходил под эгидой РПЛ и букмекерской конторы Винлайн. Пиздец это называется выборы лучших игроков РПЛ по итогам сезона. Называется это официально, это мероприятие, Герои РПЛ Винлайн или Винлайн Герои РПЛ. По-моему, Винлайн Герои РПЛ. И, в общем-то, там по каждой позиции выбирали лучших игроков. Какие основные позиции? Это воротарь, защитник, полузащитник, нападающий, лучший игрок, ну и лучший тренер РПЛ, команда РПЛ. В итоге этого голосования, они, конечно, были катастрофичными. И называлось это голосование, оно не Герои РПЛ, а «Как я ненавижу Зенит». Все эти голосования, оно проходило под девизом «Как я ненавижу Зенит». Потому что итоги голосования, конечно, ужасные. Начнем с воротаря. Но перед тем, как перейти непосредственно к обсуждению лауреатов, героев РПЛ, кто выиграл непосредственно эту позицию, я немного вам объясню матчасть. Лауреаты. Лауреаты в непосредственном позиции, да, это три лучших игрока по этой позиции. Словно говоря, допустим, у воротарей это вот Сафонов, Максименко и Акинфейн. Топ-3. Три лучших. Лауреаты – это топ-3. И вот из этих лауреатов, топ-3, трех человек выбирается победитель один. Он признается лучшим игроком на этой позиции. Понятно? То есть лауреаты – это топ-3. Три лучших игрока. Вернемся к позиции с воротарей мы уже начали, да. Как вы все знаете, что лучшим воротарем признан Матфейн Сафон. А вы знаете, кто вообще лауреаты этого? Это по этой позиции Сафонов, Акинфеев и Максименко. Интересно, да? А там Лантратова, Латышенко нет, да? Их не существует. А что там делает вообще Максименко? Ах, да, он же Свин, да? Свин. Ну, Свин должен... Московский, Спартаковец обязательно должен быть номинацией. Вот. Максименко есть в позиции воротарей. Поэтому все хорошо, все хорошо было. Переходим к защитникам. Тут эту позицию... По этой позиции выиграл Дубло Сантос. А вы знаете, кто там были вообще номинацией, да? То есть Дубло Сантос на первом месте, на втором Бабич из московского Спартака. А на третьей, по-моему, Технезиан из Локомотива, если я не ошибаюсь. Но факт в том, что и в номинации защитника с какого-то хера впихнули спартаковцы. Бабич, великий защитник. Раковича нет там вообще, забудь про этих людей. Вот. Переходим к полузащитникам. Полузащитника, роль лучшего полузащитника выиграл Спиртян, игрок Краснодара. А знаете, кто вообще в номинации был? Я когда узнал, я охуел. У меня в голову даже не пришло это. А Спиртян опередил ведущий на втором месте Пруцова из московского Спартака. А еще на третьем месте оказался Антон Миранчук из Локомотива. Пруцов. То есть лауреатом лучшего полузащитника РПЛ по итогам сезона явился Пруцов. Пацаны, я вот про Спартак много говорю. Кто такой Пруцов, я не знаю. Вот я, блядь, не знаю просто. Я не знаю. Слушайте, я знаю Литвинова. Полузащитник же, да? Я знаю Зиньковского. Да. Я еще говорил, что надо Спартаке оставить Соболева, Зиньковского, Литвинова, да? Ну, возможно, промыслы. Да. А всех остальных их и нахер выкинуть. В том числе и Пруцова. А что, собственно, делает Пруцов среди лауреатов? Полузащитников. Что? Как? Каким хером он там сидит? Вы вообще представляете? Глушенков, который сделал больше всего ассистов в сезоне? Не среди лауреатов. А Пруцов есть. Вендола? Нет. Клаудиньо? Нет. Лучший опорник, на мой взгляд, сезона Бариус? Его тоже нет. А как так? Ну, вот так. А Пруцов есть. Охуеть, да. А как так? Ну, он же Спартаковец. Блядь, я охуел с этого. Каким хером там Пруцов находится? Непонятно. Переходим к нападающим. Ну, вы все знаете, что лучшим нападающим президент Тюкавин. А знаете, кто был в лауреатах? Кого опередил Тюкавин? Конечно же, Соболева. Соболева? Да, Соболева. А третий, это Кордобо. А кто у нас вообще забил больше всего голов в чемпионате? А кто у нас сделал? Забил пять мячей в одном матче. Пентатрик сделал. Кто? Кассиер, да? 21 мяч забил. А его нет даже в лауреатах. А сколько забил Соболев? Пять мячей за весь сезон. Пять! А кассиер забил 21 мячей за весь сезон. Но Соболев в лауреатах, а кассиера нет. Как так? Ну, не знаю. Ну, потому что Спартаковец. Переходим к тренеру. И кто-то скажет, кто-то скажет, ну, здесь же не должно быть москвичей, потому что Спартаковцы ненавидят обыскали. Да, правильно. Но они все равно его впихнули. Не его, а своего любимчика. А кто у Спартаковцев любимчик? Пудель! Пудель! Вы представить не можете, что среди главных тренеров лауреатов оказался Валерий Карпин на втором месте ОХУЕЙТЕ! ОХУЕЙТЕ! На первом месте Личко, на втором месте Карпин, а на третьем Олич. А, Ильич, Ильич, бывший тренер Краснодара. Я ебался, блядь. Представляете, а Симака нет? Нет, Симака нет. Тренер, который выиграл Супер Кубок РПЛ и выиграл Кубок России, его нет даже в лауреатах. Типа, да ХУЕЙТЕ! Ну, там есть Валерий Карпин. О, блядь! Это пиздец! Я ХУЕЛ от этого всего. Представьте, что у нас четыре позиции игра в игроке, вратаев, защитник, полузащитник и нападающий. И во всех этих, во всем этим позициям есть Спартаковцы. Четыре спартаковца. Четыре! Это Максименко, это Бабич, это Пруцев и это Соболь. Четыре! А сколько лауреатов от Зенита? Один. Другл Сантос. Все. Больше нет. Один. А Спартака четыре, блядь! От Зенита один. Почему так происходит? Потому что было голосование среди промосковских, проспартаковских экспертов, журналистов, игроков. То есть многие... Ну, во-первых, начнем с того, что у нас в РПЛ играют четыре команды из Москвы. А в следующем уже будет пять. Соответственно, они голосовали против Зенита. Вот. Это во-первых. Во-вторых, очень много тренеров, игроков, других команд, которые были в прошлом спартаковцами. Тот же Рахимов. Тот же Гончаренко, который ненавидит Зенит. Тот же президент Урала Иванов, который ненавидит Зенит. Вот. И многие, многие, многие. Вот это было голосование такой спартаковский болельщиков. Да. Это было голосование спартаковских болельщиков. Вот. И это, конечно, безумие. Вот просто выдумайтесь. В лауреатах четыре игрока спартака. Плюс еще к Валерии Карпин как тренер. А у от Зенита один. Это же ебанцы. Это, блядь, уму непостижимо просто. Для меня это голосование полностью дискредитировано. Для меня это голосование дискредитировало полностью работу РПЛ. Для меня это голосование полностью дискредитировало президента РПЛ Аллаева. И полная дискредитация главы РФС Дюкова. А также букмерчес конторы Винлайн. Переходим непосредственно к Винлайну, а они знали же об этом голосовании, что оно такое будет? Они же знали, как это знали, да? Потому что они на своем официальном сайте объявили о итогах этого голосования и подписались под этим. Они же знали об этом, что будет 4 спартаковцев лауреатах, да? Они знали, что это голосование, но это фейк, 100%. Потому что голосовали спартаковцы сами за спартаковцев, по сути. Но если вы знали об этом, да? Вы же могли там сказать Аллаеву, да? Или Дюкову сказать, ну, знаете, это пиздец тут творится, да? Ну, спартаковцы голосуют за спартаковцев. Москва голосует за Москву. На 4 команды из Москвы, они голосуют за Москву. Это все равно, чтобы 4 Реал Мадрид было в Испании, они все бы консессионно голосовали за Реал Мадрид. Вот. И вы, Винлайн, букмирская контория Винлайн могла сказать, да и должна была это делать, сказать, ну, вы что, ёпты, как что это голосование? Мы спонсоры, герои РПЛ, но блядь, это какая-то дичь, что происходит. Зачем это такое голосование, над которым будут все смеяться? Ну, просто вы думаете, Соболев, который забил 5 мячей, находится в лауреатах на улучшенного подачи, а кассир, который забил 21, там не находится, в лучшем аборде. Ну, вы, Винлайн, букмирская контория, вы же могли сказать, там, руководству РПЛ, что, блядь, мы не можем выкладывать такие голосования, ну, потому что это москвичи голосовали за москвичей. Можно сказать так. Могли это сказать, но не сказали. Или сказали, или не сказали. Скорее всего, не сказали. А есть еще последний вариант. Они, букмирская контора Винлайн, одобрила это голосование. Да, это прекрасно. Когда будет одни спортаковцы. В любом случае, букмирская контора Винлайн, для меня дискредитирована. Букмирская контора Винлайн, больше никогда не будет на моем канале. Букмирская контора Винлайн, я не рекомендую никогда касаться этого. Почему? Ну, если они занимаются такой фальсификацией, то есть, если они, они, может, не занимались, но то, что они одобрили это, ну, да, это факт. Они же знали об этом. Ну, а какое может быть доверие к этой компании? Если вы играете, условно говоря, на деньги, делаете ставки. Если, ну, вот такое происходит. У вас есть доверие к такой компании, у которой я вот, там, не знаю, я ложу на их счет деньги, да, и делаю какие-то... У меня лично нету после всей этой истории, потому что фальсификация налицо. И компания Винлайн, букмирская конторная Винлайн, они что-то ничего, никаких действий не предпринимали, чтобы как бы изменить какую-то хоть как-то ситуацию. То есть, дичь, которая там была. Вот. И я все это узнал еще в воскресенье, когда все это было, по-моему, полтора недели назад, да, и я тогда окрасился и заказал, стал искать футболку Краснодара. Дело в том, что футболка футбольного клуба Краснодара, официально, она с надписью Винлайн, вот здесь, у них спонсор Винлайн. Кстати, может, поэтому Сафонова выбрали и Свертьяна, именно потому, что они спонсоры. Вот. И я отказался это сделать. Я заказал другую футболку, где написано Краснодар. Это не официальная футболка. Но с компанией Винлайн я больше не... Никакой... Это все блок. Эта компания себя дискредитировала. Поэтому я заказывал даже футболку без названия компанией Винлайн. Вы знаете, это вот эта история, когда крупные бренды, да, ввиду какого-то скандала уходят от спортсменов. Ну, вспомните же это Шарафова, когда она попадалась на Мельдонии, да, многие там крупные компании уходили от нее. Вот. И перестали быть с ее спонсорами, да. То есть, когда спортсмен попадает в какой-то допинговый скандал, или не только допинговый скандал, то обычная компания, не хотят себя с ней ассоциировать и уходит. Вот то же самое сейчас произошло с Винлайн. Они попали в скандал серьезный. Но никто ничего не хотел сделать. Типа, все нормально, все хорошо. Но это лютая дичь. Просто лютая дичь, которая произошла на вручении героя РПЛ. А ты не герой РПЛ. Это было голосование под девизом «Как я ненавижу Зенит!» Вот это было голосование. Вот. Еще раз повторяю, четыре игрока Спартаката и один игрок Зенит. Четыре. Где Спартак, где Зенит? Что выиграл Зенит и что выиграл Спартак? Вот. Поэтому, ребята, вот такая история. Для меня, еще раз повторяю, РФС дискредитирована полностью после этого голосования. РПЛ полностью дискредитирована. И компания Винлайн у меня полностью, просто, ее не существует. Я вот как бы отбираю у нее лицензию. Букмель скантовый Винлайн для меня не существует. Все. Пока вот этот скандал не закончится. Вот. Такая вот история. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова